Антикоррупционные службы ЗКО выявлены 11 руководителей госучреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Мониторинг кадрового состава был проведен в 389 государственных учреждениях и субъектах квази-государственного сектора области. Выяснилось, что нынешние руководители ранее привлекались за мошенничество, мелкое хищение, хулиганство, служебный подлог, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работникам, нарушение правил охраны труда и злоупотребления должностными полномочиями. Один человек был осужден за коррупционно-уголовное правонарушение. В настоящее время они работают в подведомственных организациях Акимата области в сферах образования, здравоохранения, ветеринарии, физической культуры и спорта. Позволяли ли нормы закона госслужащим с уголовным прошлым занимать руководящие посты, будет выяснено после детальной проверки. Данные мониторинга направлены в аппарат Акима области и местный департамент агентства по делам государственной службы для принятия соответствующих мер. На наш взгляд, он не должен был принимать такого человека на работу. Это, во-первых. Во-вторых, если человек был привлечен к уголовной ответственности, то каким он может служить примером для своих служащих? Если они считают, что должен восторженствовать принцип добропорядочности, то они примут решение об увольнении этих лиц. Коррупционеров выявили и среди должностных лиц, работающих в сфере строительства дорог. Возбуждено два уголовных дела. Поэтому за качеством строительства дорог в Алматинской области, помимо местных властей, теперь будут следить и общественные активисты, совместно с сотрудниками регионального департамента агентства по противодействию коррупции. Для этих целей создан специальный проектный офис «Сапало-Жол. Качественная дорога». Презентована региональная интерактивная карта открытых бюджетов. На платформе будет публиковаться объем финансирования около полутора тысяч организаций области. Любой желающий может просматривать эти документы через интернет и в случае выявления расхождений сообщать в уполномоченный орган. К другим темам. 40 многодетных алматинских семей получили трехкомнатные квартиры по программе «Нурлежер». На торжественной церемонии Аким города Бакаджан Сагентаев лично вручил ключи обладателям нового жилья. Все квартиры благоустроены, они расположены в Алатауском районе. Инициатива жилищного строительства успешно реализуется в стране уже третий год. За это время счастливыми новоселами стали более 9 тысяч казахстанцев. Напомним, на сегодняшний день в самом крупном мегаполисе в жилье нуждается почти 25 тысяч алматинцев. Более 1800 из многодетных семей. С начала года уже распределены из коммунального жилищного фонда более 100 квартир. Также распределены по программам бахту отпаса городского. Также распределены в рамках сейчас республиканской программы бахту отпаса. Более 60 человек уже подписывают свои документы на свои квартиры и проходят платежеспособность. В Мангустаусской области специалисты дошкольных учреждений повышают свои знания дистанционно. Ежегодные курсы проходят порядка 70 человек. В первую очередь это хорошая возможность для сельских воспитателей и методистов, отмечают кураторы проекта. Подробности в материале Динары Нургалеевой. Методист в детском саду, как режиссер в театре. От разработки тематического плана занятий до сценария утренников. Пятый год. Улбулсын Мохамбетова занимает эту должность в одном из актауских дошкольных учреждений. Здесь воспитывается более 300 детей. В процессе обучения задействовано 32 педагога, которые ежедневно проводят познавательные и развивающие уроки. Я учусь, ведь моя работа тесно связана с воспитателями, которые делают пребывание ребенка в детском саду интересным. Что немаловажно, курсы я прохожу дистанционно и мне не нужно куда-то ехать. Практически не теряю времени. Полученные навыки, какие-то фишки могу сразу же применять в работе и поделиться ими с коллегами. Первые дистанционные курсы появились два года назад. Это стало уникальной возможностью для сельских специалистов. Необходимость ездить в город отпала. По авторской программе обучение идет три недели. На специальной платформе слушатель получает доступ к материалам. Там же выполняет задания куратора. У нас есть мультимедийная лаборатория, где снимается контент. Это лекции, презентации, текстовый вариант материала. У нас 80-часовой курс, он длится 18 дней. С каждым годом интерес среди специалистов растет. Этот курс оказался востребованным. Контент достаточно качественный и интересный. Поэтому мы намерены продолжать обучение этим методам. С момента запуска проекта по инновационной системе обучилось более 200 воспитателей со всего региона. Примечательно, что они через соцсети могут выходить на связь с учителем и проконсультироваться. По окончании курса служитель сдает тест и получает сертификат. Сегодня в Казахстане отмечают День духовного согласия. Он символизирует единение и все прощения, милосердие и взаимопонимание. Сегодня в нашей республике в мире и согласии живут представители более 140 национальностей и 18 конфессий. В 1992 году в Алматы по инициативе первого президента Казахстана Ельбаса Нарусултана Назарбаева впервые прошел Всемирный конгресс духовного согласия. В мероприятии участвовали представители различных конфессий, духовных школ и гуманитарных общественных движений. Они приняли манифест, в котором объявили 18 октября Днем духовного согласия, Днем моратория на конфликты и столкновения, Днем поиска примирения, Днем милосердия и помощи ближнему. Наша страна является свидетельством того, что большое количество этносов, большое количество конфессий могут жить в едином социуме, развиваться, при этом обладая своими какими-то особенностями культуры, языка, вероисповедания. Созданы условия для изучения языков, для исповедования той или иной религии. На сегодняшний момент у нас существуют академические театры, которые показывают свои спектакли на корейском языке, на уйгурском языке, на узбекском, на немецком языке. И вот это все дает возможность нашей многоэтничной, полиэтничной палитре развиваться. В честь праздника представители шести религиозных конфессий возвели прямо в новом парке Туркестана юрту. Сегодня в области проживают представители более ста этносов, работают около 20 этнокультурных объединений. Когда мир и согласие царит в государстве, тогда это государство процветает. Поэтому мы очень рады всегда этот праздник праздновать, отмечать и встречаться с единомышленниками. Поэтому сердечно поздравляю всех жителей нашей страны. В Талдыкургане состоялась премьера исторической драмы «Балпахби». Постановка по пьесе Аскерхана Актая приурочена 325-летию выдающегося Батыра. Режиссеры Базарбек Токамтаев и Назым Отеулинова в спектаклях задействованы около 50 актеров. Большинство из них молодые люди, недавние выпускники Академии искусств. Однако главные роли исполняют все же известные актеры, такие как Сагандык Жумадил и Серик Нурхалак. «Балпахби» остался в народной памяти как воин, сумевший объединить казахские роды в борьбе с джунгарами и каканским ханством, а также как мудрый и справедливый судья. Уверен, этот спектакль войдет в наш репертуар. Через несколько дней планируем отправиться с этой постановкой по районам и показать «Балпахби» жителям отдаленных сел. В Алматинской области в честь выдающегося «Балпахби» отремонтировали аллею. Общая площадь сквера около 6500 квадратных метров. Участники акции возложили цветы к памятнику и поведали собравшимся об интересных сведениях из жизни Бия. В мирное время он прославился своими мудрыми и справедливыми решениями, сложных судебных спорах и тяжбах. 325-летие «Балпахби» отмечаем в течение всей недели. В частности, прошли конкурсы поэтов и батагоев, ахсакалов, читающих бота. Завтра запланирована научно-практическая конференция, а выходные пройдут состязания по национальным видам спорта.